Доброе утро, дорогие друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный. Знаете, что не удержался я, и мне прислали около трёх тысяч на фотоаппарат, но я зашёл ещё раз в дом книги вчера. Авторские запаздывают, я их только сегодня заберу. Я не выдержал, я 500 рублей потратил на покупку этой книги. Моя любимая. Очень искренне рад. Радуюсь от всей души, потому что это, на самом деле, очень серьёзная книга, и в ней я, друзья мои, беспрекрас, по-честному, максимально открыто рассказываю про то, что с нами происходит сейчас, и что с нами будет происходить в будущем. С нами, с людьми. Как мы трансформируемся. Ведь это всё вокруг нас, вся эта реальность создаётся и создана нами. Всё это эволюционные ступеньки, по которым мы шагаем вверх. Шаг за шагом. Начиная от первой нарисованной спирали на стене пещеры, где-то в далёкой Африке, и создания лука, приручения лошади, и заканчивая пластиковым загрязнением планеты. Тотальным пластиковым загрязнением планеты. Я рассказываю о тайных обществах, рассказываю о том, кто в реальности правит большей частью цивилизованного мира. Да-да, профессор Сатановский в своём интервью правильно посмеялся над понятием цивилизованный, и угрожающе рассказал мне про какую-то казнь, когда заливают бензин там в горло и живой факел делают. Это он мне, видимо, намекал. Фиг знает, лучше пристрелите просто. Вот. Ну да ладно. Вот. Рассказываю о магии слова. Очень много места в этой книге уделено наосфере. Ноосфера – это именно то, что показывает, что мы – существа высшего аналогового порядка, способные на принятие рандомных случайных решений. Понимаете ли, это прекрасно. Мы не глупые вычислительные машины. Прости меня, искусственный интеллект, тебе я тоже посвятил много места. Давай дружить. Вот. И хочу сказать, что патриарх Гундяев не прав, называя искусственный интеллект типа антихристом, что такое. Не, антихрист – он живой совершенно. А искусственный интеллект может быть вполне себе дружелюбен. Понимаете ли? И я рассказываю, как спустя столетия будет даже целая каста, такая группа людей, которые будут реальными киборгами, и они будут испытывать полумеханические эмоции. Будет и такое. Вот. Это не я придумываю будущее, я его вижу. Так я его вижу. Вот. Что ж, друзья, да, я буду настойчиво, конечно, рекламировать мою книгу, потому что это мое любимое дело – писать книги, и мне нужны читатели. Вот. Покупайте, пожалуйста, мои книги. И вот это, полагаю, будет особенно интересно моим подписчикам, потому что вам нравится ход моих мыслей. Поддержите меня, друзья, покупайте мои книжки, и если кому-то хочется, чтобы я делал более качественные видео, подкиньте, пожалуйста, на фотоаппарат. Вот. Честно прошу. Вот. Попа под роликом вы найдете там, это, мои данные. Вот. Доброго вам всем дня, друзья. Вот. Я буду продолжать. Вот. В субботу мне понравилось гулять, пробежка была хорошей, спортивной. Вот подумываю, в следующую субботу выйти пробежаться. Да, я как-то бегал вокруг садового кольца, но сейчас из-за дыры в черепе я уже не уверен, что потяну так легко. А вот по бульварному кольцу вокруг пробежаться, это, я думаю, я справлюсь. Не уверен, что бегом, наверное, пешком придется. И напоследок, знаете, я вот просто наугад открываю книгу и культура боевика и кровопускания. Как по-вашему, что более постыдно, секс или убийство? Хорошо, спрошу иначе. Секс и убийство в общественном месте. Если отставить в сторону аспект законности, предположим, что вас просто спрашивают, подавляющее большинство ответит, что более постыдным и порочным является, безусловно, секс. То, что мы все привыкли называть отвратительным словом секс, это половая близость, любовь. Одна из высших сил человека. Высшая сила человека – это мощнейшая эмоция, продолжение рода и поддержки других двуногих прямоходящих была превращена в нечто постыдное. Китайцы издревле считали стыд негативной эмоцией, чем-то тормозящим. Нет, это вовсе не значит, что нам всем следует немедленно раздеваться и жить порочной жизнью. Нам надо перестать судить себя и других по стандартам, которые были навязаны и продиктованы нам из-за океана индустриальной фабрикой квазикультуры – Голливудом. Открой вам страшный секрет. Все американские фильмы, да и их копии из других стран имеют мощную евгеническую направленность. Каждый, кто смотрел «Боевики», переживал частичный постбоевой стресс. Каждый зритель сопереживает это свойство человеческой психики. Итак, кино и мультфильмы, а затем и телевизор стали распространять неестественные для человека идеи и образы. Вот, друзья, я не буду читать дальше. Покупайте мою книгу. Искренне ваш, Захарыч Блаженный. Жму всем руки. Враг будет разбит, победа будет за нами и все такое. Перед рассветом особенно темно. Я говорю это совершенно искренне. Доброго всем дня. До свидания.